а именно сама оси на целую силы не ну бегу а полностью все будут в сборе есть именно балка это все это остальное этот путь нашего вот это дня она от этой несём мнение а нас у цель на это да она идёт цельная без то есть и маленькое смещение но произошло до здесь 44 вот она этот сантиметр заболучая здесь здесь еще больше здесь вообще здесь 47 есть 44 слизистки не тоже то есть кронштейн если переварить получается и назад ставить все равно она будет как износ резины уже выдухать по логов там страховой чувства согласовала амортизатор мы привезли бы и привезли и не согласовала толпы и росту мистер и подушку мы написали сальвук но бабка понятно что но сейчас это все отфотографировал мы согласовываем согласуется просто вот мы ее заказали на самом деле сейчас строкой закинем ну размером они согласуют в принципе когда будет неделю обещаю я вот точно спорю с запасными частями а здесь еще не ровняли да здесь не 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 надо или будьте равняться потом когда оси приедет мы же кронштейна новые будем ставить старого баки все погнет опять а уже когда их вырежем быки выпрямим раму приварим новые и повесим новую вам деталь ну я понял то есть как вариант или оставляйте или мы сейчас повесим да без полетника или полетник нужен нет тут смысл в чем что если он через неделю вот назовите вот срок такой меняем максимально да среда четверг следующий недель он уже будет здесь поэтому мы не видим никакого смысла на семь дней увозить и ось повесить я не знаю ну четыре часа ну грубо говоря она придет то есть и все и можно вот где вечером забрать да нет мы ее забирать не будем потому что смысла нет съедает колеса для того чтобы забрать сейчас опять какие-то два колеса покупать да мы тогда оставляйте мы сейчас тогда это все спиливаем пока да а потом ось придет и вы в принципе там делу да значит вы что нам меняете просто я уже не список нет давайте так на память да понятно четыре колеса да по моему у нас три три колеса с дисками но колеса мы не ставим и уже договорились что мы колеса не ставим почему нам колеса закинут ставят нам наши а мы уже сами подумав что нам куда нам что ставить как скажешь так вот этот балл бросил балетный ящик крышка будет сниматься краситься она как это хотя 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 нет пускай поставить два колеса два это ось новая переднюю давайте так переднюю ось ставим обуваем а одно колесо не ставим на среднюю среднюю ось ставим а мы пока потом разберемся переднюю ось ставим новую так это да крышка не я имею ввиду это полетника да а это тоже крышку да нет согласовали нет у вас такой но не валяется нигде я посмотрю но не обещаю угу ну да да не я думаю может где валяется какая-нибудь бушная такая какая-нибудь не обязательно даже новая может есть так 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 бы забрали в общем братцы такая вот фигня вы сами все видели сами все услышали короче подвисаем мы кстати с первым июня у вас первый день лета сегодня уже первый день лета можно куртку расстегнуть но вроде еще тут погодка в маске собирается распогодится это у нас мкат там довезли меня сюда метро лесопарковая в общем пока дальнобой у нас временно заканчивается обещают ось к концу следующей недели к концу следующей недели прицеп будет готов как оно будет на самом деле я не знаю очень бы хотелось этому верить поэтому у нас эта неделя следующая подвисаем тут намещается небольшая культурная программа завтра второго жду гостей с Минска будем немножко здесь по москве болтаться посмотрим может чего поснимаю для вас по москве какой кремль там еще что-нибудь где будем так не сильно много но посмотрим сейчас поедем квартиру принимать ключи от квартиры получать где жить будем эту неделю здесь в москве тоже все благодаря друзьям Вадим спасибо брат вот короче такие вот дела как бы ничего такого хорошего ну дай бог главное чтобы довели прицеп до ума только что стоим вот столько времени это факт ну получится грубо две недели простое ну как нам и говорили изначально когда мы прицеп гнали как нам и говорили что будет две недели простое так оно и получается вот поедем сейчас в одно место съездим покажу вам чего мы туда поедем сашки карифану соскова на дафов чехлы купим просил если буду в москве у меня время есть еще сейчас два часа за ключами от квартиры мне в шесть ехать поедем сейчас за чехольчиками прокатимся покатаемся по москве на метре как стоит обалдеть пока сейчас ехали сюда с домодедово дурдом пробки 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 бать пошли в метро поехали короче мы то ли в метро то ли не в метро но ну это господи как он называется в общем если честно я забыл но платишь в метро едешь вот тут по улице а потом он под землю спускается это не кольцевая линия кольцо какое то короче те кто знают те скажут обалдеть прикольно так я еще на этом не ездил ни разу то ли поезд то ли метро короче непонятно цена одна метро заплатили хоть день катайте тут сейчас наверное опять под землю куда нибудь сползем в общем едем мы пока за чехлами в общем час остался но должен успеть по времени садите чехлы прикупить на его красавца ТАФов какие виды тут открываются красиво ну не вот это я имею ввиду я имею ввиду москву реку ну 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 будем браться ближайшие дни мы с вами красотами столицы российской федерации любоваться но не вот этими что тут промзона какая-то ну в общем я сейчас к ЗИЛу нужно приехать мне так кажется что это тут весь вид испортился смотри не на что ужас стация стация зил ты чусь все что от ЗИЛ осталось а дни развалины тоже как на то это было какое-то предприятие но на ЗИЛ не похоже что а может а может все дни развалины кругом какой-то завод был но ЗИЛ же вроде он рабочий может сейчас поедем дальше ЗИЛ увидим потому что ЗИЛ у нас слева сейчас посмотрим следующая станция автозаводская платформа слева поехали тут видите как в ластовке все так это четко нет ЗИЛ должен быть справа я так думаю для вашей безопасности держитесь за поручни чего имени SUV то какого господ короче не вижу я ЗИЛа ладно аспекта андропова что-то знакомое что-то знакомое нам нам метро Кожуховская нужно автозаводская платформа слева наземный переход на станцию метро автозаводская в общем в общем вот такой ну эко кожа дирамантин понятно у него 106 давность 2012 идут и туда и туда сейчас сейчас займусь пришвартуемся посмотрим о какая-то кафешка ну ну так-то я думаю будет нормально все сказал сказал что хорошие покупать сильно хорошие не буду говорить что-то с водителями не везет в последнее время что-то не то так бы говорят польские хорошие купил а так говорят эти пойдет так мы идем теперь мы идем сдэк искать где-то здесь недалеко должен быть сдэк отправим сразу какой мы интересный памятник нашли или монумент в поисках сдэка что интересно сдэк был один рядом а там где он ну ключевое слово это крайне слово был пришел а там даже вывески не осталось ой это тоже великая отечественная свеча даже не могу сказать где я нахожусь если честно ну класс идем в следующий еще метров семьсот осталось не не шикар шикар красиво память где хожу понятия не имею у 9 дроп 1 чего 9 дроп 1 улица какая нифига не понятно по итогу решил подойти к нему все равно дорогу переходить зельмел немножко правда ничего не написано а что за площадь не могу понять и забыл сказать это когда прибраться вот этот человек это не человек это человечище короче вот тут мы а мы не вас мы дом в общем это Вадим любезно нас приютил пойдем на пару на пару дней разрешил пожить на пару недель нет пару недель нет и что спасибо тебе дружище выручил насколько меньше растрат Москва город дорогой ах воздух даже не сказать что и Москва тишина такая а где шум гам суета яуза Вадим говорит здесь даже рыбу лует отрицать не буду но как то так не очень симпатично выглядит но честное слово а так вообще район такое ощущение что ты не в москве находишься где-нибудь на периферии в тихом месте сейчас мы чуть-чуть в сторонку отойдем тут от дороги и все вы послушайте птички поют все зелено свежий воздух красота район просто шикарный тут болотце тут болотце какое-то там пруд впереди но его чувство приводит в общем реконструкция пруда тишина 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 тишки воздух вот пруд ну его сейчас полная реконструкция идет а ты вот этот всего в общем чистят а так вышел все зелено красиво плюс на пруд хороший район чистенький такой говорю такое ощущение что ты не не в москве какая прелесть мест для прогулки для отдыха ни шума ни гамма ни пыли в общем вадим спасибо тебе брат мир не без добрых людей все таки что гостиницу снимать что вот так вот мы рассчитываем сегодня 1 вторник второе среда до воскресенья переночевать побыть здесь вот видите туда аллея туда аллея я думаю 5 дней нам хватит отдохнуть и погулять в Москве живем и видим пойдем обживаться ну как обживаться не обживаться просто водички купить туда-сюда завтра рано вставать на вокзал ехать можно там вне 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 на вне 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 Субтитры подогнал «Симон»